Следующий вопрос. Говорит, как поступать, если человек скончался и оставил после себя двух сыновей дяди? Один из них, брат по матери. То есть, смотри, два сына дяди. Один из этих сыновей, плюс к тому, что он сын дяди, еще и является братом по матери. Говорит, большинство ученых по фиху говорит, что в этом случае брат по матери берет шестую часть наследства. То есть, по фарду, потому что он кто? Брат по матери. А остатки потом они делят между собой. То есть, Ибн Ам и Ах Лиум делят остатки на двоих. Говорит, а некоторые сказали, что все наследство должен забрать брат по матери. Почему? Потому что он подобен сыну дяди. То есть, сам тоже является сыном дяди. И еще плюс, у него есть отдельная близость к покойному по матери. Во фадалю ва гадабилюм. Видишь? Фасарака ахин шаких ва ахляб. Поэтому они подобны, как родной брат и брат по отцу. Кто заберет все? Родной брат. То же самое говорят здесь. Брат по матери должен забрать все. И это мнение Шурейха, а также Аль-Хасана, Аль-Басри, а также Ибн Усирина, а также Ата, Ибрагим Анахай и Абу Саура. И правильным является мнение первое. То, что брат по матери забирает сначала свой фарт в качестве одной шестой. Потом с другим сыном дяди, сам являясь также сыном дяди, забирает остатки. Они забирают на двоих. То есть, пять шестых уже делят на двоих. Вопрос понятен или нет сначала? Далее. Продолжение следует...